Одна из задач ислама заключается в воспитании сильной и всесторонне развитой личности, а также в создании общества, объединенного крепкими духовными узами. Для нашей религии важен прежде всего здоровый человек, как в духовном, так и в физическом отношении. В заключительном Божьем послании содержится призыв к укреплению здоровья и физического состояния тела. Важность поддержания здоровья подчеркивал и сам пророк, мир ему и благословение Всевышнего. Сильный верующий лучше и более угоден Аллаху, нежели слабый верующий, муслим. Ислам призывает мусульман быть сильными и делать все возможное для этого. И, как известно, лучшим способом для сохранения здоровья является спорт. Занятие спорта может быть как любительским, так и профессиональным. Главное, чтобы у спортсмена было правильное намерение, а сами занятия и победы на этом пути вдохновляли его на духовные подвиги, праведность и добрые эмоции. Совсем недавно защитник ЦСКА, наш брат-мусульманин Ярослав Дыбленко, поделился эмоциями от победы команде в Кубке Гагарина. Ахамдуэля, вся хвала Всевышнему, что что дозволил. По милости его, то, что мы сегодня выиграли, дал благо сегодня себе. И спасибо моим близким, я их люблю. Спасибо моей жене, которая меня поддержала, моим родителям, моей маме, всем, всем, моей тёще, всем, моей маленькой дочери. Оноша, которая меня любит и ждёт меня. Спасибо большое. Это незабываемые эмоции, я к этому шёл. И, слава богу, мы выиграли. Было нервно, конечно, всё, но мы справились, ничего, мы снизили этот накал соперника и преодолели это всё. На вопрос, будет ли он пить шампанское за победу, Ярослав Дыбленко ответил. Нет, конечно, я не пьющий человек. Вообще нет. Я не пью, я мусульманин. Я мусульманин, я не пью. Да поможет Всевышний нам и нашим близким быть в числе сильных верующих, которые делают мир добрым и красочным, а общество гуманным и справедливым. Амин. Мира вам и вашим близким. Милости Всевышнего и его благословения. Приблизьтесь к милости и довольству Аллаха. Местная исламская религиозная организация Северо-Восточного административного округа города Москвы Ихсан и Центр исламской культуры и образования имени Шагабуддина Марджани приглашают всех желающих на курсы по основам ислама. Вы обретете новые знания и уникальную возможность получить ответы на все интересующие вопросы. Есть возможность раздельного обучения для мужчин и женщин. Более подробная информация на сайте ихсан.москва, а также по указанным телефонам.